Петербург Как ни странно, самая большая площадь Петербурга несколько десятилетий не имела вообще никакого названия. Сегодняшнее имя ей присвоили только в 1968 году. Но и до этого дня у территории в 13 гектаров была огромная история. По генеральному плану 1938-39 годов планировалось перенести в этот район центр города и сделать будущую Московскую площадь местом массовых демонстраций, парадов и других торжеств. Обустройство площади началось на пересечении Московского и Ленинских проспектах. Были планы по переносу столицы из Москвы в Ленинград. На Московской площади даже построили Дом Советов. До сих пор самое крупное административное здание Санкт-Петербурга, украшенное 11-метровым гербом РСФСР. Однако планам этим было не суждено существиться. Дом Советов, построенный в 1936-1941 годах в стиле сталинского ампира, стал композиционным центром новой площади. Монументальное сооружение должно было символизировать основные идеи коммунизма, его мощь и власть над временем. Тем не менее, здание так ни разу не было использовано по назначению. Война помешала начатым работам, превратив площадь в узел обороны. Всего в нескольких километрах от площади пролегла линия фронта. А неподалеку от Дома Советов, который использовали в качестве наблюдательного пункта, соорудили оборонительный узел. Напоминает о событиях тех времен железобетонный ДОТ, который было решено сохранить. После войны городостроительный план претерпел значительные изменения, и Московскую площадь больше не планировали делать с центром города. После войны в здании Дома Советов нашли в себе место различные институты и госучреждения. Обустройство продолжалось. В 1950-х годах с двух сторон были разбиты скверы. Началась жилая застройка прилегающих территорий. В 1968 году площадь наконец получила свое имя. А в 1969 году открылась станция метро Московская. Московская площадь славится не только своими размерами, но и памятником Ленину, скульптора Никушина. Памятник является самым большим монументом вождю мирового пролетариата в городе. Его высота 16 метров, высота статуи около 8 метров. Этот памятник стал последним монументом Ленину из более чем 100 воздвигнутых за годы советской власти в Ленинграде. Памятник открыли в 1970 году, к столетию со дня рождения вождя революции. Художественное достоинство монумента «Фольклор» подверг традиционному критическому разбору, на который повлияло отношение народа к идеологу и практику большевистского террора. Памятник называют и «Большое чучело», и «Балерина». Действительно, если смотреть на монумент из окон движущегося транспорта, Ленин очень напоминает старательного танцора, выполняющего замысловатое па. По ДД из балета «Апрельские тезисы». Правая рука Ленина, обращенная не то в землю, не то в небо, в народном сознании трактуется вполне однозначно. Мы все там будем. К уже сказанному можно добавить еще об одном ракурсе видения монумента. При подходе к памятнику издалека создается полное впечатление, что Ильич справляет малую нужду. Между прочим, если верить фольклору, этот досадный казус помог Аникушину получить новую мастерскую. Говорят, когда скульптора вызвали в партийные инстанции и строго указали на допущенную идеологическую ошибку, Михаил Константинович не растерялся. «Я же не могу увидеть памятник издалека, у меня мастерская маленькая». И через несколько дней получил ордер на вселение в новую мастерскую. Между тем, в повседневном фольклоре ленинградцев памятник Ленину Московской площади лишен какой-либо идеологической окраски. Он просто стал обыкновенным ориентиром. Место встречи у пьедестала называется «Под кепочкой». А продовольственный магазин, который был на противоположной стороне Московского проспекта, магазин, куда Ленин кепкой указывает. Последнее грандиозное изменение, что сделало Московскую площадь еще колоритнее, это установка комплекса музыкальных фонтанов, окружающий памятник Ленину. Они заработали в 2006 году и сразу стали яркой достопримечательностью Петербурга. Суммарный объем чаш комплекса достигает 3700 кубических метров, а за сутки через них прокачивается около 600 тысяч кубометров воды. Здесь можно увидеть световое шоу, сопровождающееся классической музыкой. Такое слияние истории современности никого не оставляет равнодушным. Субтитры создавал DimaTorzok